Добрый день, меня зовут Сергей Говаль. Я представляю группу активистов, которые вот уже более полугода борются с планируемой котельной по сжиганию отходов на границе Плямникова между Плямниками и Кенгараксом на границе Дарс-Циэмса и недалеко возле Пур-Циэмса. В округе здесь живет в очень плотном заселенном районе около 180 тысяч рижан, одна треть населения города. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как полностью под радаром тайно продвигался этот проект, чтобы о нем по возможности узнало минимальное количество людей или не узнал никто. Предприниматель сделал со своей стороны всевозможное, чтобы использовал всевозможные методы, чтобы люди не участвовали в этом процессе, чтобы они не знали об этом процессе. Например, документы были поданы в Госслужбу охраны среды, что такое затевается, в прошлом году 11 декабря. Это период уже перед праздниками, когда люди заняты чем-то другим, очень многие люди находятся в отпусках, не на работе, может быть даже не в Латвии. И Рижская дума разместила коротенькую заметку у себя потом 19 декабря. Это практически последняя неделя, уже рабочая неделя, перед рождественскими праздниками, которые начинались аккуратно на следующей неделе. Что интересно, время для комментариев было дано до 24 декабря. Это уже Рождество. И если мы посчитаем период между 19 и 24 декабря, то на реакцию общественности было предоставлено три полных рабочих дня для выражения протеста или каких-то комментариев. И, ну, будем честны с вами, кто начинает свой день с чашечки кофе и просмотра сайта Департамента развития Рижской думы. Поэтому, чтобы моментально прореагировать и заметить такую заметку. К тому же, даже если человек был бы на этом сайте и просматривал, что там опубликовано, в заголовках этой заметки нигде не упоминается компонент сжигания мусора. Речь идет о том, что это модульная котельная на биотопливе, и таким образом с приставкой, такой в позитивном ключе био, которая предполагается такое что-то здоровое, положительное для здоровья и для человека, называют обычно котельной на щепе, а о том, что там в котельной планируется также сжигать и отходы, можно узнав, лишь открыв вложенный ПДФ документ. Ну и вот, дорывшись до этого самого документа и открыв его, выясняется, что планируется сжигать до 0,1 тонны, то есть 100 кг отходов в час, то есть до 10 тонн в сутки. Ну, здесь математика уровня первого класса, которая показывает, что если мы перемножим 100 кг на 24 часа, а такие объекты работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то получается 2,4 тонны, а никак не 10 тонн. Расхождение здесь не на 5, не на 10, не на 7%, а в целых 4 раза, больше чем в 4 раза. И в годовом исчислении разница составит уже 2,5 тысячи тонн. Это 42 полностью загруженных железнодорожных вагон, чтобы вы понимали масштаб. Но впоследствии, разбираясь в этой теме, оказалось, что упоминание 10 тонн в сутки – это неспроста. Есть такой закон об оценке влияния на окружающую среду, по рейтмису в виде «новертайму», где указано в приложении этого закона, что те мусоросжигательные объекты, которые сжигают до 10 тонн отходов в сутки, как удобно, им не требуется оценка влияния на окружающую среду вовсе. И эта оценка влияния на окружающую среду, она предполагает также общественное обсуждение, как обязательный элемент. Но если не требуется, то нет и общественного обсуждения. И это очень на руку застройщику, так как, опять же, позволяет избежать лишних расходов на проведение этой процедуры и нет лишней ненужной огласки, нет необходимости делать общественное обсуждение проекта. Ну, активисты, покопавшись, разобравшись в схеме и в законах, обнаружили, что в 11-й статье того же закона, о котором мы здесь говорим, указано, что если объект планируется в зоне плотной жилой застройки, тогда нужно применять особая тщательность к подходу рассмотрения к вопросу, нужно ли провести оценку влияния на окружающую среду. И мы обратили также внимание инстанции на этот факт, но решение концептуально разрешить, продвигать проект все равно отменено не было. Когда же в этом году уже дело дошло до концептуального решения разрешать такой проект в принципе или нет, и что Рижская дума, значит, возражает или нет в принципе такого объекта, то и в материалах департамента жилища и среды, это Майклю, он вид из департамента Рижской думы и самих заседаниях Рижской думы, там назван этот объект оптикаемой формулировкой «место обхозяйствования отходов», которое тоже не дает никакого представления и понятия о том, что за объект планируется. Это может быть перегрузка каких-то строительных конструкций, очистка и так далее, какие-то места складирования какой-то старой мебели, ну что такое место обхозяйствования отходов, да? И только покопавшись несколько уровней вниз, зайдя в решение уже Рижской думы, только там опять появляется описание, что это планируется котельня по сжиганию биоматериала, значит, щипы и отходов с объемом отходов до 10 тонн в сутки. Рижская дума, к сожалению, не углублялась в вопрос и не смотрела на это с точки зрения фактического местоположения планируемого объекта в густонаселенной территории, а формально смотрела на то, что там кусочек территории R, промышленной застройки, и в таких территориях подобную деятельность вести разрешено, и на основании только этого единственного критерия подмахнуло разрешение о концептуальном разрешении такого объекта. И по сей день в документации идет этот объект под обозначением модульной и комплексной котельной на биотопливе. Мы попросили, думаю, усменить формулировку на такую, которая бы не вводила Рижан в заблуждение и отражала суть проекта, которая и есть. В действительности модульный комплекс котельной на биотопливе и топливе, полученном из отходов. Nike, так называемый, но открытываем. Игутайскуринамэс. Ну, в следующих видео более подробно ознакомлю вас с опасностями и соседствами с подобными объектами и в целом для здоровья, для жизни. И поговорим об этом частном случае, о застройщике как таковом, который не имеет опыта в строительстве и эксплуатации подобных объектов. О самой установке, самой котельной, которая планируется как экспериментальная установка, первая в своем роде у этого застройщика. Поговорим о коммерческой мотивации увеличивать объем сжигаемого мусора, о том, как закупается теплоэнергия в Риге, и сомнительных, очень упрощенных решениях фильтрации выбросов, которые существуют в проекте на данный момент. А пока же я призываю всех в рамках общественного обсуждения, которое нам, как общественности, удалось добиться и вывести у Рижской думы, и оно идет до 14 ноября, голосовать против этого объекта, пройдя по ссылке, которая будет приложена внизу под этим видео. Скоро будет продолжение темы. Следите за каналом. Спасибо.